В программе обмен опытом работы с творчеством Анатолия Митяева, а также презентация разных форматов популяризации военно-патриотической литературы среди подрастающего поколения, обсуждение методики патриотического воспитания. Не случайно на этом, казалось бы, камерном, но очень важном мероприятии представители Министерства образования и детский омбудсмен. Я считаю, что патриотизму нельзя научить. Это вот то, что идет от истоков, от глубины души. Я считаю, что патриотизм нужно только воспитать. И начинать это нужно с пеленок. И как раз активными помощниками для детей в этом и являются учреждения культуры, библиотеки, образовательные учреждения. Поэтому вот такие конференции, на которых изучаются новые методики, рассматриваются, предлагаются новые методики по работе с детьми, они очень нужны в современном образовательном процессе. На конференции очные и дистанционные выступления специалистов из Рязани и области, Москвы и Ростова-на-Дону. Выступили педагоги, библиотекари, музейные работники и родственники Митяева. Я приехала из Москвы, чтобы рассказать рязанцам о том, какое большое значение имел мой отчим в моей личной жизни. Ну, я думаю, что и в жизни многих других детей, по крайней мере, Советского Союза, когда мы с ним познакомились с книгой будущих командиров, началось мое знакомство с Анатолием Васильевичем Митяевым. Это было в 70-м году, мне было 9 лет, и я уже начала читать эту книгу о военной истории. Анатолий Васильевич своим еще личным примером, у меня тогда еще молодую девочку, 15-летнюю, оказал большое воздействие в выборе, например, профессии. Я думаю, что благодаря ему все-таки я пошла в медицину и стала врачом. Ну, и вообще, он для меня служил и до сих пор служит неким нравственным ориентиром. Обсуждали патриотическое направление в российской литературе для детей и подростков, новинки фонда, тенденции культурной жизни современного ребенка. Медиа, беседы, турниры и конкурсы в рамках митяевских чтений для детей проводятся ежегодно, а вот для взрослых мероприятий имени писателя провели впервые. Мы обычно проводим и митяевские чтения для детей, мы проводим для них конкурсы разнообразные, но надо, чтобы и взрослые подвели как-то итог большой работы своей по творчеству писателя. И поэтому мы решили провести конференцию. Думали, конференция, но это не только Анатолий Васильевич и его книги, они намного шире. И сама пришла такая идея назвать конференцию «Патриотизм. Писатель. Дети». Анатолий Васильевич, его книги как никогда сейчас своевремен и актуален. Его книги не забываются. Хорошо, что они переиздаются. В этом большая заслуга его вдовы. И очень хорошо, что мы тоже, наша библиотека, вместе с научной библиотекой имени Горького смогли издать книгу сказок Анатолия Васильевича Митяева. Творчество Анатолия Митяева действительно спустя годы остается актуальным и учит не только детей. В нем есть что почерпнуть и взрослым. Он свои идеи, свои мысли, свою душу вложил в свою литературу. И поэтому, чем больше мы будем читать его произведения для детей, тем больше мы будем проникаться вот этим настроением. То есть, спокойный, мудрый взгляд на окружающий мир и с колоссальной любовью и к человеку в первую очередь, но и не только. Потому что Анатолий Васильевич есть прекрасная совершенно стихи и проза о природе. Там буквально и о муравьишке у него есть сказки, и даже о капле воды. То есть, это такая большая любовь к жизни. На конференции также подвели итоги библиотечного детского конкурса инсценировок по произведениям Анатолия Митяева. На суд жюри прислали 52 видео. Самыми активными оказались детские сады нашего региона. Участие в конкурсе принимали и ростовские читатели.